Привет, политик! Никогда. Вы посмотрите, как проходили суды. На суды Мухтара Джакшева, Сережана Беляша, на суды матерей. Сотни активистов, сотни. То есть, сознание людей кардинально изменилось. В этом году, вы помните, был процесс над Айгуляк Берды. И вспомните, как она открыто сказала, я поддерживаю программу ДВК, мне нравится, нравится как духи Шанель. Помните, как много людей ее поддерживало, оказывало материальную помощь. Судьи под этим давлением фактически приняли решение не осуждать ее, не сажать на 5 лет, хотя была установка сверху, хотя прокуратура требовала 5 лет тюрьмы. В итоге, ее муж вышел из тюрьмы. В этом году Европейский парламент провел специальное слушание по Казахстану. 14 марта вышла резолюция Европейского парламента, которая озвучила свою позицию и сказала, что ДВК является мирной организацией, оппозиционной. Вопреки тому, что наши власти выпустили такое темное подставное судебное решение, Европейский парламент его не признал. 9 июня, вы помните, было арестованных, задержанных более 5000. Более 5000 человек, это на миллионном марше в Москве такого не было, такого количества задержанных. На миллионном марше. И вы понимаете, что когда задерживает более 5000 человек, это задерживает только часть. То есть, суммарно в Алмате и в Астане было несколько десятков тысяч. А сколько людей не пробилось на эти митинги? Вы понимаете, да? Когда везде стояли полицейские, блокировали. И при том всем, что суммарно было задержано свыше 5000 человек. То есть, даже если сравнивать с первыми тремя месяцами 2019 года, последующие 3-4 месяца после этого, весенние и летние, были беспримерно активными, и власть жутко перепугалась. Были закрыты торговые центры в тех или иных городах, блокировались места проведения митингов. Власть была просто в панике и напугана. Вы все это должны знать. Когда Дувана, в частности, говорит, что это просто Назарбаев боится Мухтара, все это ерунда. Назарбаев боится своего народа. Не Мухтар стоит там на площадях, сидит под административным арестом. Это все происходит, потому что наши граждане активно выходят на площади. Они выражают свой протест, объединяются. Они ничего не боятся. Приходят в департаменты полиции, требуют их допросить, задержать, если они нарушили закон. Это все произошло в этом году. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны уметь анализировать, видеть динамику и понимать, что 30 лет этот режим оболванивал наш народ. До этого, при советском режиме, людей просто превратили в рабов, запинали, чтобы они не имели права выходить ни на какие митинги. Только те митинги, которые позволяло 1 мая, там, мы говорили, миру мир, там, день победы и все прочее. Это все регламентировалось. Сейчас ситуация поменялась. Наши граждане выходят на эти митинги и акции по собственной инициативе, без команды сверху. Они рискуют, рискуют, что их посадят под административные аресты. Они могут потерять работу, но, тем не менее, люди идут. То есть, мы сейчас видим, что ситуация кардинально поменялась. Продолжение следует...